Экономика. Бизнес. Финансы. Программа Экономика. Все происходит автоматически через мобильное приложение от налоговой. В стране обсуждается возможность сделать такой налоговый режим еще более интересным, отменив налоги для тех, кто зарабатывает в месяц менее прожиточного минимума. Инициативу хотят внести в Госдуму уже этой осенью. Программа Экономика. В Кировской области достраивают одну из крупнейших козов фермы. Комплекс уже три года развивает из ПК «Красное знамя» в Куменском районе. Через два года там будет содержаться 2300 коз, и это будет одна из крупнейших козов ферм страны, говорят владельцы. Пока поголовье полторы тысячи коз швейцарской породы заанинской. Козоводство в промышленном масштабе затратно, и поэтому встречается редко, что сказывает ценность и бестоимости продукции. В Кировской области уже выпускают несколько видов продуктов из козьего молока, йогурта и сыра. Экономика. На 101 АФМ. А 50 человек наказали за регистрацию бизнеса на подставных лиц или по ложным адресам. Столько за 8 месяцев этого года приняли решение о дисквалификации мировые судьи. Срок от 1 до 3 лет. Нарушения такие фиксируют налоговые органы. Так, год назад директор некоего ООО представила в регистрирующий орган заявление о внесении изменений в сведения о юрлице. Ложные данные касались руководителя организации. Женщину признали виновной в совершении административного правонарушения и дисквалифицировали на год. Принятие такого решения влечет в прекращение договора с виновным. Его имя вносят в реестр дисквалифицированных лиц, который ведет ФНС. В завершении о валютах. Доллар сегодня 76 рублей 7 копеек. Курс евро 89.57. Ольга Болезина, новости экономики в Кирове. Программа «Эхономика» на 101FM